привет женя привет во первых я хочу тебя поблагодарить за то что ты принял участие в записи нашего нового альбома спасибо большое для нас это большая честь расскажи пожалуйста для начала о том инструменте на котором ты играл это вот это вот гитара называется фирма кисл это американская компания они делают очень разные инструменты но вот у меня вот такая безголовая модель очень люблю такие инструменты такой конструкции но и в целом это замечательный инструмент и дерево и качество работы и фурнитуры все очень все как раз так как нужно давно он у тебя уже уже года три наверное как у меня два инструмента этой фирмы один из них жизнь скажи пожалуйста на твой взгляд оглядываясь на то что ты уже сделала сделал ты очень немало в музыке в творчестве я думаю люди которые те которые будут смотреть в основном знают ну кто не знает залезут в интернет все посмотрит и все поймут скажи пожалуйста как ты считаешь вот есть какие-то перспективы у нас и непосредственно в нашей стране нашей локации на то что там музыка которую пропагандируешь ты который занимаешься ты она когда-нибудь будет в общем-то очень широко востребована и когда-нибудь она хотя бы будет пропагандироваться и ей будет уделяться достаточное количество внимания ну наравне с той музыкой который уделяется внимание сегодня там 99 процентов вообще но на самом деле если говорить о той музыке который занимаюсь именно я моем авторском творчестве но в сегодняшнем мире сложно представить высокий спрос сопоставимый с поп-музыкой скажем ну скажем так ладно в общем с тем что звучит по радио сложно представить что столько же людей будет ходить на мои концерты и моих единомышленников но тем не менее я уверен что если долго бить в одну точку и бить сильно или качественно и вкладывать максимум своих возможностей то результат какой-никакой в любом случае будет и я думаю что я как и многие на самом деле по и опять же единомышленники и коллеги начинал заниматься музыкой не для того чтобы стадионы народу собирать классно проводить время в этом плане а чтобы самовыражаться через язык музыки реализовывать свои идеи замыслы и достигать высот что то есть моя музыка которой я лично занимаюсь у нас связаны именно с определенными достижениями в плане исполнительского мастерства с уровнем мышления импровизационного композиционного если говорить в целом об уровне скажем качество музыки такой вообще употребимые я думаю что ваше творчество вашей группы и в частности песня который записался это прекрасный образец того к чему мы можем на самом деле прийти если будем общими усилиями пропагандировать это настоящая качественная рок-музыка хорошо аранжированная хорошо написанная и хорошо сыгранная но это надеюсь приятно слышать такие такие да приятно слышать во первых спасибо большое за такую оценку во вторых приятно слышать что все-таки надежды расскажи вот все таки это на генном уровне человеку дается восприятие вообще и чувство свинга чувство этой музыки или вы ведь по большому счету но не каждый человек воспринимает эту музыку которой допустим занимаешься ты да понятно она очень непростая она в принципе в принципе для тех людей которые понимают она простая люди которые играют совершенно сложные вещи наверное для них это тоже просто потому что они дышат они играют дышат дышат как играют поэтому для них наверное это просто для людей которые это слушают может быть это сложно воспринимается надо ли обладать каким-то специальным складом ума мышлением для того чтобы ее спокойно воспринимать или же нет потому что раньше там я не знаю люди закидывались там в свое время, там понятно, в Америке ЛСД и слушали в 70-х годах, там они слушали там Эммерсон, Лейкен, Палмер и кучу всевозможных команд, и каждый рисовал свои картинки в голове там у кого что творилось. Вот для того, чтобы эта музыка воспринималась нормально и была понятна, нужен ли какой-то специальный склад ума, или ты считаешь, что в принципе, если ее пропагандировать, и только лишь все зависит от того количества раз, сколько ее прокрутят и постараются вложить в голову человеку? Ну, я думаю, что, разумеется, да, зависит от того, насколько эта музыка публикуема и, скажем, распространяема, ну, грубо говоря, сколько раз ее прокрутят или покажут, и, разумеется, от этого зависит количество посетителей на наших концертах. Но в целом я не считаю, что нужны какие-то особые природные способности, вот как ты говоришь, там, родиться с чувством свинга, нет, конечно, нет. Во-первых, никто не родился с этим чувством, и музыканты, создающие сложные, музыку, они развились до такого, то есть они стремились к определенному росту в музыкальном плане, достигли определенного уровня, и те этот уровень стараются демонстрировать и ищут понимающую аудиторию. Не, я думаю, что может так получиться, что существенная часть аудитории будет любить вот именно такую сложную концептуальную музыку, особенно если она хорошо сделана, если она красиво сочинена и виртуозно сыграна. Что нужно делать для этого? Пропагандировать вообще в целом идею прогресса, то есть у нас чего нет в, скажем, отношении широких масс к творческим направлениям, таким, скажем, музыкой, это мысли о том, что нужно развиваться интеллектуально, чтобы до чего-то дорасти. То есть у нас есть масса, допустим, феноменальной музыки академической 20 века, Шнитке, Буб Айдулиной и же с ними. Ну, согласитесь, мало людей ходит на такие концерты, но от этого музыка не становится хуже. То есть люди просто не вполне понимают в основной своей массе, что к этому стоит стремиться. То есть гораздо веселее попрыгать пьяным под Ленинград, и для этого, в общем, усилий не надо прилагать, чтобы понять, о чем они поют. То есть наоборот, можно немножко деградировать. Ну, это я, так, типа, в эмоции немножко вдаюсь. Но, тем не менее, существует, помимо музыки, скажем, такое элитарное направление искусства, как, скажем, там, литература современная. Ну, то есть можно читать Колобка, а можно читать, там, условного, там, не знаю, Джеймса Джойса или Лумберта Эка. Очевидно, что у Джойса с Эка аудитория уже, чем у Колобка. И азбуки других произведений, там, не знаю, произведений Дарьи Донцовой, например. Но, тем не менее, это имеет право на существование, и мы все творчеством своим боремся за то, чтобы наша аудитория ширилась. Потому что мы пропагандируем прогресс, развитие и стремление к лучшему. Ну, безусловно. Хотя есть люди, которые Колобка не читали, ну, не говоря уже про эко, там, понятно. Женя, спасибо тебе большое. Я, как уже говорил, для нас это большая честь, что ты принял участие в записи нашего альбома. Да, я с большим удовольствием. Большое тебе спасибо. Счастливо, дорогой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok